Подожди на людях, идут люди или нет по всем сторонам, а ты поджала его и бежишь. Одна обедать будешь, никого больше не надо. Сама себя позвала. Марио, ты не забывай свое место. Ноги вместе, все держи. Замолиться святых отец наших, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй на голову не воражь, я прямо клоняйся. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Церкви, Сыну Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Замоли ты при чистоте матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя, Господи, помилуй меня. Плющу славес и грешил, Господи, прости меня, грешно, и помилуй. Ну, не вижу, а где Роман? А уехал. Что, уже уехал? Сегодня среда, наверное, он не ест. Надо было как-то глядеть с ним. Сегодня среда, он не ест, среду, пятницу. Да, мы даже не знаем, он же среду, пятницу не ест, видишь как. Нам, что-то и поучиться надо. Ну, по работе. Так, Владимир, рассказывай, как работали. Работали неплохо, но вот, поначалу с Колей. Коля, так сказать, не мог бревно держать, у него все время вылетало. И потом пилить начали, он как-то расслабленно. Как Игнатий Тихонович подошел, дернул пару раз с ними, у него сразу пошло дело. Сразу щурку отпилили. Егор, хорошо. Все-таки, не случайно, Сталин говорил, кадры решают все. Да, это так, согласен. Я считал, где-то выступление было Роберта Рождественского, по это. И говорят, у нас, знаете, у нас и земля хорошая, и народ такой хороший, но руководителя нет. Вы пришлите нам такого башковитого мужика. Он говорит, знаете, башковитые мужики по полочкам в Москве не лежат, что подошел, вытащил, вот вам, а вот вам. Какой есть из него, делайте начальника. Учите всему, с детства надо к этому приучать. Вот есть такой фильм, там лодка ща какая-то. Он не капитан был, его капитаном не ставили. Но получилось так. Немецкую лодку пришли захватывать, а там пришла другая на помощь, их потопило. Но они остались на немецкой лодке некоторые. И он дальше не знает, что делать. Старшина отозвал и говорит, сынок, ты капитан. Ты должен знать. И никто не должен знать, что ты не знаешь. Если будут думать, что капитан не знает, ноги вместе, держите, то погибла команда. И они выиграли сражение. Эту какая, эмигма или какая там машина, шифровально даже захватили. Первый раз, кажется, было это. От этого зависит. Значит, ему нужно руководство. Вы можете думать, я тут-то приехал случайно. Случайного нет. Вас даже не поставили, а вы старше. Уже старше и по званию, и по возрасту. Поэтому надо глядеть. Я сегодня подошел, Никита шкурит. Делает свое дело. Ну как, воздействует, делает. И вот туда. А народ сзади. Что он видит? Он видит только перед собой башмаки и нос. Больше ничего. Ну ты тебе эту же самую работу. Вот на этой вот кочерыжке он делает. Развернись вот так. Я его развернул, а издалека там работаю, наблюдаю. Он все равно как уткнулся в кору. Глаз никуда не дает. Ты должен глазами буквально стричь все. Видеть. Вы один раз услышали от меня, ну и примите это. Я всякие книжки читаю. И читаю там для детей. Суворовское училище. Дети идут строем. Их научили ходить. Идут по Ленинграду. Ну, не разговаривают. Все строим. Вот они шагают. Стой. Остановились. Так. Вопрос. Сейчас мы прошли два здания. Там третье здание было. Сколько этажей было? Так вы же не сказали, что смотреть. Вот в этом-то и дело. Сколько этажей было? Только один сказал. Восемь этажей. Так. Свет горел в каком окне? Он сразу ответил. Свет горел на третьем подъезде. Квартира такая-то. Он понимает, сколько на восемь этажей квартир. Какая квартира. Уже высчитал, куда бежать. Понятно? Дальше я считал у немцев. Готовили вот этих. Брали мальчишек маленьких. Киргизии. Там везде. Готовили национальные кадры. Ну там ваххабитов своих. И как они их готовят. И он теперь остался живой. И воспоминания какие у него. Слушайте внимательно. Включает магнитофон. Мама. Мама. Можно я останусь еще на часок? Тут так интересно. Женщина отвечает. Дочка. Мы с тобой договорились. Ты должна. Солнце коснулось горизонта. Твоя нога должна быть в доме. Мам. Ну так интересно. Мне больше сказать нечего. Он выключил. Смотрите внимательно. Класс сидит перед ним. Вот вам фотографии. Женщин пять. И девочек пять. Кто с кем разговаривал? Никого нету. Одни фотографии. И они должны назвать. Кто разговаривал с кем? А это маленькие еще дети. Начинает бельсидать. Вот так. Но она говорила. Мам. Ага. Значит. Дочь и мать. Найдите. Он смотрит. Черты леса. Разрез глаз. Какой губы. Все. Нашли три качества. Которые одинаковые. Показал парень один. Парнишка. Вот этот вот. Так. А почему вы решили, что именно она? А вот у второй-то такие же губы. И такой. Посмотрели. Правда. Похожая женщина прямо. А почему она? Потому что та сухая. А эта полная. Она задыхалась. Она лишний вес. И она говорила. Но я же сказала тебе. Вовремя. Приходи. Он высчитал ее. Вот это будет работник. Был такой разведчик там. Его все-таки выдал. Советский в Америке. Его приговорили к 30 годам. В заключении. И вот его когда везли. В самолете. Ночью. И он не знает. Какой самолет. Ничего не знает. Но он по звуку мотора высчитал. Самолет такой-то. Скорость его такая-то. Глянутый-ка на звезды определил. Летят туда-то. Ближайший пункт там-то. Меня посадят там-то. То есть. Если случится. Ему надо передать советским. Где он находится. Он только глянул. И уже все у него запечатлелось. Карты. Я сидел с таким заключением один. Он преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Мы сидим. Раздался звук самолета. Он голову опустил. Высоко летит. Это не из Барнаула. Так. Он на северо-восток тянет. Так это около самой границы поднялся. Так. Скорость его такая. Он далеко может пролететь. Он все данные мне выдал. Я с такими людьми встречался. Он в день просчитывал две книги. Библиотекарь разносит. Чтобы заключенные чем-то занимались. Ну книги такие. Страницы по 350-400. Я ему проверку решил устроить. Ты прочитал. Расскажи о чем он говорит. Ну краткое содержание вот это. Я открываю. А вот глава. Побег. О чем? Ну это вот об этом говорится. А самый важный момент. И он почти цитирует. Я смотрю. Сходится. Я ему тогда даю 90-й псалом. Живые помощи. Сделайте конспект ему. Кратко выразить. Он прочитал. Губами пошевелил. Лежит. Так. Дайте еще раз прочитаю. Еще раз прочитал. Опять что-то губами шевелит. А ничего не говорит. Дайте еще раз прочитаю. Прочитал и говорит. А его нельзя конспектировать. То есть он не встречался с этим. Поэтому так долго губами шевелил. Он все конспектировал. Конспект это краткое содержание того что было. Тут говорит такая конструкция речи. Что одно предложение если я выну, говорит, остальное рассыпается. Оно не будет повисеть в воздухе. Нужно передавать слово в слово. Понятно? Я ему говорю. Антихрист будет. Знак зверя 666. Но это может быть и два имени. Иуда бен Гур. Иуда из рода Гуров. Это у нас так. А вот папа Иоанн Павел II. Иоанн и Павел II. Я ему дал библейские родословные. И какие имена он знает. Вот сидит он Анатолий. В Библии этого нет. Надей 666. Он приклеил эти имена перед собой. На нижнем кровати на шконке лежит. И глазами считает. Нашел. 666. В уме все считают. Два имени. А каждая буква имеет цифровое значение. Я ему показал. Он не знал этого. Дальше он опять лежит. Держу. К вечеру второе нашел. Это какой компьютер в башке-то у него. Еще прошло время. Он еще нашел один. Все. Говорит. Больше нету. То есть по тем временам. Это действительно. Компьютерная работа. Головы. И он мне все рассказал. Как Гагарин погиб. Последние слова. Матершины были. Ну все. И на этом закончил. Как он вел себя. Что было. Подозрение такое. По сегодняшний день. Что все было подстроено умышленно. Его нужно было сохранить. Как эталон. Как героя. А он вышел из-под контроля. Совершенно. И он рассказывал. Кто такой Туполев. Изобретатель. Этот. Конструктор самолетов. Да. Верующий человек. Он этого не скрывал. Ну а этот сам-то не верующий был. Ничего не умел делать. Вот этот лозин. Ничего. Лежит. Считает книжки и все. А рядом лежит директор. Главный рыбак Алтайского края. Там все космонавты у него. Все охотятся. Север. Владимир Митропанович. Вот. Мамонтова где-то. А тот опять ничего не считает или нет. У нас зато все делает. Матрас распутрушит весь. Ну заключенно какие они там вот такими жалваками матрасы-то. По одному растеребит. По пополу растеребит. Все. Если пушинки были какие-то. Весь пол раза на три промоет. Дали зубную щетку. Он на зубной щетке сделал на карандаш. Ручку какую. Вот. Дали тазики мыть все где-то. Он сразу посмотрел. В тазика ручка свернутая втрое. Если ее оторвать и развернуть. То три ножа получатся. Из ручки. И все это сделал. Сделал. И первый раз сел. Масло намазывать ножом. Как дома. И вдруг в глазок. Сивер. А ну-ка отдай нож. Он один раз только и намазал. Ах ты сука. Макака. Они каких дверь открыли. Все кончилось. А его в карцер. Через день горячий один раз дадут. Мы сидели. И всякие у нас были там фокусы. У меня допустим арест. Заключение заканчивается вот такого-то числа. Вот такого-то. А дальше должен прокурор продлить. Они не продлили. Что делать? Не продлили. Они должны были принести мне решение прокурора. Что продляется срок заключения. Пока идет следствие. Решили так. Как только они заходят проверяющие. А проверяющих двое. А там дальше кабинет у них. А у меня сумочки. Я уже на плечо. Как только они шагнут. А я стою около стенки. Я сразу выхожу в коридор. Ну ладно ребята. До свидания. Я привет передам вашим родным. Вы мне что-то говорите. Так и сделали. Как только они шагнули проверяющие. Я сразу раз в коридор. Ну ребята до свидания. Ты Лапкин куда? Стой. Кончилось нечего держать. Законы нарушать. Мы тоже законы знаем. Там капитан выскочил. У нас речет. Лапкин подождите минуту. Так. Мы это учтем. Мы сейчас до обеда уже прокурора будем. Все нет. Ну уж до обеда. До обеда ладно. Подожду. Я сумочки возвращаюсь. Я говорю. Раздеваться не буду. Буду ждать когда освободят. Такая комедия. Знаешь. Это когда все у тебя скукота смертная. Это вот как выглядит-то. На полном серьезе. Выхожу. Я пошел. Ну ладно. Вы там дверь-то откройте, чтобы я вышел. Я им говорю, когда вышел. Мы все сделаем. Мы узнаем. Он продает или выпускает. То есть даже в таком месте не надо терять надежды. И чувство юмора. А теперь ручка-то она свернутая. Вот у тазика-то троят. Она плотная. Ее надо развернуть. А как? Руками ее не развернешь. А там чайник дается. Чайник. Бывали раньше какие-то толстокожие чайники. Вот такая стенка у него. А они значит что? Когда раздают пищу. Ну видно, что через три камеры. И дают если овсянку. Ну дождать. Когда овсянку будут давать. Потому что она. Очарпак. Очарпак. Он такой круглый. Вот такой вот как отрезанный. Глубокий. И ручки. И она об чашку эту бьет. А чашка-то алюминиевая такая. И слышно, как она выколачивает. Ну не пальцем же она выковыривает. И нужно дождаться. Если раньше. То видно будет, что здесь стучат. Нужно дождаться. Они высчитали. На третьей камере от нас. И нужно рассчитать. Когда она. Сколько раз бьет. Обычно два или три раза. Вот надо узнать. В это время они уже подготовили. Чайник налили водой. Закрыли его сверху. Материя, чтобы меньше звук. Так подняли. Один держит у них. А бетонный. Это где туалет. Бетонный. Там вмонтирован. И все. Вот они. Как она в это время бьет. И он в это время чайником налитым. Бьет по этому. Чтобы расправить ручку. Опять. Ударят. А те видимо что-то чувствуют. Звук такой сбойный. Тишина. Так. Молчок. Стоят. Как только она ударила. Первый удар они пропустят. А второй считает. Через три секунды. Такие важные люди. И чем занимаются. И дальше. Выпрямили. Сделали. Это пример для нас. Вот. Вот. Мы даже не знаем. В кирзовых сапогах. Чтобы стелька расправлялась. Там. Моя пластина заложена. Железная. Столистая такая. Ступинатор. Не дадут. Я пришел в сапогах. Сапоги мои раздербанили. Вытащили. И опять все зашили. Забили. И отдали. Новые сапоги принесли. Также. При мне. Оторвали подошву. Вытащили эту железку. Опять забили. На. Получай. То есть. Как они исполняют закон. Это нам нужно исполнять Святую Библию. Что там написано. Вот вам маленький пример. Как надо вести себя. Не задом повернусь. А там. Где кто. А ты все время. Ты делаешь. Глаза только вкинул. Тогда. Пролетел откищил. А там корс. Где-то у него внизу. А у тебя ничего не соображают. Вот пнулся. Как велосипедист. Когда гонка идет. Он ничего не видит. Кроме собственного языка. И спины противника. За кем гонится-то. Он больше ничего не видит-то. Надо все охватно смотреть. Вот вы. Дежурные которые. Руку подняли. Ты должна видеть весь зал. Кто поднял. Какой. Второй. Третий. Сразу не забыть. Хоть забыла кому дать. Одну щашку передала другому. Да еще две возьмет. А какая. Разве все равно забуду. Так. Вот у нас не получалось тут. Пила перестала пилить. Смотрите сколько успели накрутить. Большие тут не распилить. У нас своя пила. У нас есть там Андрей. Кто знает его фамилию? Головач. Головач. Он такой неприметный. Маленького роста. Мужчина. И он купил пилу и подарил нам. А она лежит. Володя научился. Но стал пилить. Пила отказывается. Говорит. Я тебя не признаю. Прямо включаешься. Она кричит. Не признаю тебя. Пришлось Романа вызвать. Роман только зашел. Пила заработала. Все нормально. У меня приемник был. Братом сделанный. Не включается. Я брата приобрелся. Он только дверь открыл. Он на полную мощь заработал. Дверь только открыл. Что там? Кто запечатал? Каким рогом? Каким копытом? Ну все. На сегодня. Если мы это распилим. Для нас неприятность будет. Берить вам нечего. Вы будете бездельничать. А народ ничем не занят. И стремится к революции. К Майдану. В лагере есть. Надо забрать еще. Забрать надо привезти сначала. Для них, да? Да. Вот такое дело. Так что вы приготовьтесь к этому. Ничего не будет. Сами себе найдите какую-то работу. Там на огород. Где-то траву рвать. Без работы не надо. Вы начнете так дурить. И вы нас смесите. На огород надо идти. Работы полно там. Тебе об этом надо думать, что тебя не сместили. Диктатора. Ну все, наверное. За стол. Ну платочки у всех. Давайте. Вот он. Дядя, Витя вовремя приехал. Вовремя. Все. Давай. Опоздал на 10 минут. Что, брат? Раствор был? Да не. Меня ждали, да? Да, тебя. Доброе утро. Какие-то надо комфорты. Сладко. Раствор выработан. Здравствуйте. Я так и понял, что. Есть. Видишь? Вижу, вижу. Выглянул товарищ. Они уже... Трогать нельзя. Сейчас трогаешь, вы видите, полетать на меня. И все погибнут. Близко не подходи сейчас. Шапку снимай. Какие они пузырьчики. Приехали. Она сидела, парила. Ну да. Аминь. Где твой фартук? Близимо. Тихо. Успокойтесь. Светая вода. И проспорт отфешки. Могите. Увели, кружки нету. Агния, подай Илье. У него нету кружки. Железно. Вон, наверху. Наверху кружки. В сушилке. В сушилке, Агния. Не хватает одной кружки. Зашла? Не звука. Я даю распоряжение, как людей занять. Потому что ты один, Никита, два, уже двое. Пока мы тут заняты, вот сейчас я сразу могу отдать Володе тебе. Но он нам силить, он не могла отдать, это уже минуту. Он на спинке отбросил. Мы трое силием. Все. Продолжение следует.